Приветствую вас, мои дорогие зрители, вы на канале Славянка Букс, и сегодня мы говорим о книжных планах 2020. Да-да, не удивляйтесь. Первый пункт это не читать какие-то конкретные книги, которые вот прям списком составлены, нет. Я написала себе, значит, такой пункт, как испытать чувства при прочтении книг. Это означает, что при прочтении книг я бы хотела испытать чувство радости, удивления, грусти, страха и волнения. То есть именно рассчитывая на эти чувства, я буду выбирать себе в будущем книги для прочтения. Что бы я еще хотела сделать в 2020 году? Вы, наверное, заметили, что я приостановила публикацию роликов про имя Ветра. Ну, у меня как бы не хватает времени на все, я решила пока на какое-то время отложить этот свой кусочек работы. Так вот, в 2020 я вернусь к имени Ветра, и у меня уже есть отдельные задумки. Не только выпускать ролики по разбору содержания этой книги, но и еще кое-что интересненько вас будет ждать в 2020 году с именем Ветра. Следующий пункт. Так как многие сравнивают имя Ветра с книгами Брэндона Сандерсона, а я познакомилась только с одной его книгой, она мне, помню, очень понравилась, поэтому я продолжу знакомство в этом году с книгами именно Брэндона Сандерсона. Пожалуй, я занесу, знаете, такое мини-название этого года. Год имени Брэндона Сандерсона на канале Славянка Букс. Моё уважение! Патрик Ротвус, не обижайся. Если выпустишь книгу в августе 2020, то я переименую канал «Твою честь». Следующий пункт. Прочесть то, что я не читала на своих книжных полках. То есть у меня тоже есть маленькие книжные полочки. Полючечки! Маленькие книжные полючечки. И я набрала книжек, которые у меня там лежат. Лежали давно уже, наверное. Некоторые появились недавно, какие-то давно. И вот хотела, наверное, их прочитать и что-то оставить, а что-то передать в библиотеку. Потому что, ну, а зачем? Значит, вот она, первая книжка, которая уже давно-давно-давно лежит. Первую часть я прочитала, и она такая довольно, ну, такая милая, подросткового фэнтези. А это продолжение «Возвращение колдуньи». Как бы вторая часть этой серии «Страны сказок» Трица Колфера. Я знаю, что уже вышли там, не знаю, тысячи частей. Хотела сказать, тысячи чертей. Тысячи частей этой книжки. Она уже завершена. Это цикл. Уже даже там, типа, сериал какой-то будет по этому циклу сниматься. Я все еще вот никак вторую не осилю. Ну, посмотрим как-то вот. Знаете, якого такого желания сразу продолжать читать после первой книги у меня не было. Хотя книжка такая интересная. Еще одна книжка, которая лежит уже целый год на полке. И она такая очень тяжелая. Если предыдущая книжка вроде объемная, но легкая, то это прямо, знаете, и все. Нет человека. Значит, это Эдвард Трейзерфорд. Вот исторический роман Париж. Я люблю такие романы. Я люблю исторические саги, приключения, там, семейные. А здесь вот прям реально, здесь история семьи в истории Франции и города Парижа. Что меня останавливает от чтения этой книги, это ее вес. Ну, реально, ну, блин. Ну, таскать с собой просто. Ну, только вот Big Book серия. Только читать дома, да. А я часто таскаю читалку с собой и читаю в какие-то вот свободные минуты. Следующая, это вторая часть «Не ночи», серия «Не ночь», Гриджей и Кристофа, это «Гадз Грей». Первую часть я читала в бумажном варианте. Почему? Потому что в этой книге, как и в первой, тоже огромное количество ссылок на каждой странице с пояснениями. Да, и вот никак руки не дойдут до второй части. Я знаю, что должна выйти уже и третья часть. Ну, посмотрим. Может, пока я дочитаю вторую, как раз третья выйдет, прикупим, и будет трилогия. Следующая книжка, удивительная книжка на моей полке. Это классика. Она Реда Бальзак и Евгения Гранде. Я знаю про эту книжку. Ну, здесь вообще сборник, да. Здесь Евгения Гранде, силуэт женщины, второй силуэт женщины и ведьма. Судя по названию, меня больше интересует последняя повесть, которая называется «Ведьма». Ну, и, в принципе, она самая маленькая по объему здесь. Как бы я не сдаюсь. Я хочу продолжить знакомиться с классической литературой. Если в 2019 году мне не повезло с классическими книгами, то попробуем, а вдруг 2020-й стартанет с Бальзаком, и я прям проникнусь. Хотелось бы. Ну, и последняя книжка, которая совсем недавно появилась на нашей с дочерью полке. Эта книжка называется «Мария пар. Вратарь и море». Это продолжение первой части «Вафельного сердца». Это продолжение. В этой книжке меня удивляет ни рисунки, ни текст, ничего. Меня удивляет цена. Вы просто посмотрите на эту цену. Как такое возможно? Не, ну, вы видели? Вот эта книжка за такую цену. Чтоб сравнить просто вот. Вот эта книжка, которая вот, да, ну вот, сравните, да? Вот, вот. Размер, как бы, да, объём, масштаб. Она стоила четыреста тридцать пять рублей, а это восемьсот тридцать два. Аааа, что же? Откуда такое ценообразование? Я не знаю, на волне популярности или что это? Половину книги занимают картинки. Ну, я, конечно, понимаю, что подростковая книга... Ну, ладно бы ещё картинки были там, знаете, суперкрутые, но вот... Я сейчас покажу вам картинку. Вот картинка. Вот. Чёрно-белая. Ну, честно, хрень какая-то. Вот такое ощущение, что заплатили не художнику, а сыну Марии Паршу, чтобы он изобразил. А сыну лет... Ну, год четыре, наверное. Вот он на кружке что-то рисовал. Вот картинка. Вот просто офигительная картина. Я, наверное, что-то не понимаю в современном искусстве или чём-то. Короче, сама книжка неплохая. Сама история в «Вафельном сердце» неплохая. Это продолжение в «Вафельном сердце». Но цены на эту историю, ну, никогда бы не купила, если бы не подарочный сертификат. Короче, я считаю, что эту книжку нам подарили. Иначе бы моё сердце просто осталось на той полке, где лежала эта книжка. Всё. Окончательно. Следующий пункт моих планов — это... поучаствовать в нескольких марафонах. Я поняла, что, оказывается, марафоны мне под силу. Я могу их выполнять. Где-то, конечно, я там косячу, где-то я ищу там лёгкие пути, знаете, срезаю по аллейкам и ищу выходы. Но марафоны дают возможность как бы поучаствовать, знаете, открыть свои такие скрытые резервы или почитать книги, которые бы ты вот сам никогда бы в жизни не почитал. Так же планирую попробовать, попробовать. А вдруг получится снять как-нибудь 24 часа чтения, если не помру от такой нагрузки. Старенькая я уже. Ну и из классики я прям себе выделила, знаете, Маргарет Митчелл «Унесённый ветром» у меня как бы планы. Фильм «Унесённый ветром» смотрела, ну, раз, блин, я не знаю, нации, там, 20, 30, 40, да, огромное количество. Обожаю Вивьен Ли, обожаю Кларка Гейбла. Вообще фильм удивительный, идеально классный. Книжку не читала. И вот хотелось бы теперь сравнить. Я думаю, я буду в восторге. Дальше, ещё один пункт. Попробовать читать больше русских современников, потому что в 2019 году у меня оказалось только 10% русских книг прочитанное. Поэтому буду обращать на русских современников. И уже думаю почитать Табол, Иванова, по-моему, автора Иванова, да? Может быть, Захара Прилепина. Ну, что-нибудь вот из русских современников расширить, так сказать, свой кругозор в русских авторах. Ну, и, наконец, перейти, окончательно перейти к минимализму. Цифровому и книжному, наверное, так. Потому что сейчас у меня на читалке закачано, ну, вы не представляете, у некоторых на полке 300 штук, а у меня на читалке, наверное, штук 100 точно. И как бы постоянно становится такое, когда зачитываешь книжку, становится выбор. А что же дальше читать? Тут такой выбор! Я, конечно, использую в качестве рабской силы своего ребёнка, то есть я даю ей возможность выбрать для меня книжку. Ну, это тоже как-то неправильно. Поэтому, наверное, лучше провести ревизию и вот что-нибудь с определённым минимализмом связанное определиться. И последний план, это план на развитие канала. Я хочу в этом году, в 2020-м, набрать тысячу подписчиков. И я думаю, что это реально, потому что у вас уже 700. И немножко такой вот хвостик сзади длится. Спасибо, что подписываетесь. И, естественно, такое небольшое желание расширить в видео рубрики на канале. Появятся новые, уже какие-то появились, ещё будут новые. Идей у меня пока много. Планов много, задора много. Главное не перегореть. А не перегорю я, если вы будете подписываться, комментироваться, ставить лайки, ну и всё такое. Это было всё. Пока-пока. Пока-пока.